Когда в этом храме начались восстановительные работы, никто из прихожан не сомневался, что им удастся сделать из него жемчужину центра Самары. Хотя здание было не просто в запущенном, в аварийном состоянии. И вот храм возрожден. Его ценность для города очень высока. Историческая, архитектурная и духовная. Старинная роспись интерьера в советские годы была варварски замазана и закрашена. Чтобы на стенах снова появились святые лики, реставраторы выполнили ювелирную работу. В этом храме сохранились вот эти росписи, которые мы видим в верхней части. Это работа известных иконописов, братьев Белоусовых, которые расписали этот храм. И когда мы сюда пришли, здесь все было закрашено, замазано, заклеено. И казалось, нет никакой возможности восстановить эти росписи. Но видим сейчас, что все вернулось в первое состояние. Мы даже не обновляли краски. Какие они были, такие они остались до наших времен. Сегодня в храме отметили престольный праздник. Почитание святого Серафима Саровского среди верующих велико, причем во всем мире. А в России он считается еще и покровителем физиков-ядерщиков. Многие сотрудники исследовательского центра, расположенного в городе Саров, считают, что успех советской ядерной программы связан с молитвенной помощью святого старца. Его икона есть в каждой православной семье. Серафим Саровский считается одним из ближайших помощников в житейских и духовных делах. И сами прихожане готовы трудиться на благо своего храма. Этим во многом и объясняется его быстрое возрождение. То ли уборка снега, то ли строительство, или ремонт. Ребята сами, они, знаете, я еще хочу сказать, не стесняются. Они сами это делают. Маленький подвиг, так называемый, да, который действительно, он ярко отображается на этой жизни, на этом быте храма. Первоначально храм в честь преподобного Серафима Саровского был освящен в 1903 году, в год прославления святого старца. Здание пожертвовал городу Антон Шахабалов. В нем же располагались богодельня и странноприимный дом. А после возрождения церкви открыли православную гимназию, в которой соблюдаются как классические образовательные традиции, так и современные тренды. Есть концертные и спортивные залы. В нашей православной классической гимназии 70 учеников, и круг их интересов очень разнообразен. У нас есть музыкальное образование, все дети склонны к певческому таланту, все поют, танцуют. То есть у нас огромное внимание удивляется вне классной работе. У нас прекрасное образование, дружный коллектив, и я надеюсь, что мы будем еще больше расти, развиваться. ПЕСНЯ Сегодня в честь престольного праздника ученики подготовили концерт. Для них очень важно знать православные традиции, ведь им предстоит хранить и поддерживать их уже в самом ближайшем будущем. Олег Зверев, Сергей Баскин, События. Олег Зверев, Сергей Баскин, События.